Железо, хелат, витамины, здоровый образ жизни, правильное питание. Все это херня оказалась херней. И вот здесь. Обе ноги упая, ноющая боль и... Первичный синдром беспокойных ног, который не зависит от здорового образа жизни, здорового питания, от закаливания, от железа, от витаминов, который передается по наследству, которое редкое наследственное заболевание. Редкое наследственное заболевание. Которое проявляется до 30 лет в раннем возрасте. И единственное, как оно лечится, это... Дорогими таблетками, небольшим, но по пальцам рук считать количество сложных по названию лекарств, которые дорогие и которые, типа, как лечат. Которые выписываются только по рецепту врача. А врача такого найти хрен найдешь, который вообще знает, что такое синдром беспокойных ног. И они сами даже не знают, наука сама не знает толком причины, ну, как вообще, с чего, как работает синдром беспокойных ног. И синдром Паркинсона. То есть... То есть, в 50-60... Ну, в 60-50... Ну, там, 50-50 лет начинается синдром Паркинсона. Он может и раньше начаться. А синдром беспокойных ног, он никуда не девается, он только усиливается. И это не зависит от курения. Куришь ты, не куришь, пьешь, не пьешь. Ничего это не влияет. То есть, я могу... Мне просто не доставляет удовольствие курение и алкоголь. То есть, я обречен и... Мне бы стоило прожить остаток этих лет, наслаждаясь жизнью. Но от бухла я не чувствую никакого наслаждения. Я не бухаю уже долго, ну, то есть, навсегда. От курения я не чувствую наслаждения. А вот от кофеина я чувствую не наслаждение, а просто... Бодрость, там. Короче, я подумал сейчас, что у меня вариант... Ну, то есть... Рассчитывать на старость... Не вариант для меня. Желательно было бы мне найти источник удовольствия в жизни. И... До того момента, когда синдром беспокойных ног окончательно поглотит мое тело, а синдром Паркинсона начнет проявляться, усиливаться. Желательно прожить свою жизнь в кайф как-то, но я не знаю, как. Наслаждаясь жизнью, но я не знаю, как наслаждаться жизнью. Потому что жизнь подходит к концу. И конец будет не очень славным для меня. Мучительным будет. Эти врачи даже не знают, что такое... Какое-то сложное название, которое определяет... Определяет наличие синдрома беспокойных ног. Такого аппарата даже нет. Короче, железо, которое я хотел купить за тысячу... За тысячу с чем-то... Оно не поможет мне. Здоровый образ жизни не поможет мне. Мне пиздец. И единственное, что можно сделать в этой ситуации, это попытаться кайфовать по жизни. Последние годы вот эти... Когда перед этим... Но я не знаю, как кайфовать. Не знаю. Ну, по крайней мере, я не буду тратить деньги на... На железо, витамин... Ну, на этот... На... Железо, вот это... На... Витамины В. И... Не буду тратить свои силы на то, что не поможет. Пиздец, блядь. Редкое средственное заболевание. Интересно, от кого оно мне досталось? Как оно вообще возникает? То есть, когда изначально Бог создал человека, у кого-то там откуда-то взялось. Это редкое наследственное заболевание. Синдром беспокойных ног первой... Первый... Первичный... Первичный... Первичного подраздела. Или когда обезьяны превращались из обезьян в человека, у кого-то почему-то возник синдром беспокойных ног. Откуда вообще он взялся? Не кажется ли все эти размышления о том, что генетика генетически передается... Это немножко фашистские рассуждения. Ну, невежественные. Потому что они не оставляют человеку никакой надежды. Все. Это передается по наследству. А может, это не передается по наследству. Может, это... Связано с нищетой и... Плохими условиями развития науки. И медицины. Коррумпированностью. Эти мудаки... Которые там... Наверху пирамиды... Ничего не сделают... Для развития медицины. Им легче сказать, что это редкое генетическое заболевание. Только вот я не знаю никого из своих предков, у которого было бы... Это редкое генетическое заболевание. А, ну типа, знаешь, там... Я слышал, что если родственники кровосмешения, то... У них начинаются дегенеративные заболевания, да. Но у меня не было никаких кровосмешений, никаких вот... Никаких родственников, которые жили неправильно. Они все были... Жили в согласно природе, в деревне, там, в колхозе. Они не были какими-то интеллигентными, там, которые вели нездоровый образ жизни, принимали наркотики. Знаешь, там, поэты, писатели начала 20-го века и прочие ребята, избранные ребята. Они все сидели на всяких там запрещенных херне. У них-то, пожалуйста, может потомство быть дегенеративным. С редким, как там, цитата, редким генетическим заболеванием. Но мои предки, не с хуя ли у них могло взяться редкое генетическое заболевание, если они не принимали ничего. Они жили в деревне, работали. Они курили, если курили, то табак натуральный. Если пили, то на настоящую, там, самогонку или что там, крестьяне бухали. Они не были какими-то, там, интеллигентными, вшивыми. Они не были какими-то, дегенератами. Ни один из них. Я все-таки думаю, что если ходить по камням, бегать по камням угловатым, то это может изменить здоровье в лучшую сторону мое. Я вот про себя говорю. Я не заставляю никого бегать по камням. Не по гладким камням я, а именно, я каждую ночь, когда чувствую вот в этом месте, которое я показал, ноющую тупую боль, я мечтаю бегать по камням. По камням. Я постоянно об этом думаю. Но оказывается, если верить тому, что там написано, то даже бег по камням не поможет мне. Но я все-таки хотел бы попытаться, но потому что природа тебе передает и лимфатическая система и все прочее начинает работать. Но не знаю, может, это вам поможет. Может, это вам поможет. Просто больше не начинаю надеяться. Эти таблетки, которые при... Они очень редкие. Описываются только по рецепту. А это значит, что придется платно обращаться к платному геропатологу, чтобы она выписывала в надежде, что она выпишет. Платно обращаться там, записываться и за большие деньги покупать это лекарство. Это просто пиздец, блядь. Это редкое лекарство, которое при синдроме Паркинсона в основном используют. Но синдром беспокойных ног тоже имеет к этому какое-то отношение очень серьезное. и они там на западе исследуют там все это. Они не очень-то стремятся наконец решить эту проблему. Они просто не знают, что это такое. Они просто как наблюдатели за далекими галактиками, но так же сложно для них вылечить это заболевание, как полететь, долететь до далекой галактики и там приземлиться на какую-нибудь планету, там пройтись ногами по этой планете и назад вернуться. А может быть в моей жизни нет ничего счастливого и радостного, кроме сна, потому что во сне я рисую игры в команде в команде ребят, рисую игры стратегические, танки, муравьев, рисую пейзажи цветные ну это только во сне. Ничего кроме сна не не является здесь чем-то хорошим, радостным, приятным. Только когда я бессознательно во сне нахожусь, когда я во сне я не могу осознавать себя, но я там счастлив, только там. при вторичном синдроме беспокойных ног железо работает, отказ от алкоголя работает, как там написано в научных исследованиях. Отказ от кофеина и физическое здоровый образ жизни, диета, и это все прочее работает. Витамин В12 работает. Второй вторичный синдром беспокойных ног проявляется в старости, а первичный до 30 лет. И в первичном не работают ЗОЖ, не работают витамины, ничего не работает, кроме дорогостоящих редких лекарств вот этих, которых по пальцам посчитать можно, которые вообще предназначены при синдроме Паркинсона. витамин Витамин слава револопир осень Продолжение следует...